Добрый день, с вами Зонг, и я хочу вам показать один мой бой на танке в ВК-3001H. Это тяжелый танк пятого уровня. Примечательно, что раньше я на нем не ездил вообще никогда, что удивительно. Дело в том, что у этого танка очень странная судьба. Он, в общем-то, появился в игре с самого начала, но я на нем не ездил, потому что он раньше был СТ-шкой. Причем СТ-шкой совсем другой, как сейчас. Он был очень быстрый, у него была пушка 88 мм, Л-56, с фиговым пробитием, но хорошей альфой, либо фугасница. Причем там он был, по-моему, на шестом уровне. Да, он был на шестом уровне, и там было три СТ-шки на шестом уровне в то время немецких, когда ВК-3001П, в Порше, через который я прошел. Ужасная вещь. ВК-3601H. СТ-шка тогда тоже, это была СТ-шка, сейчас это уже тяж, и оно вело в ветку тяжей. И вот этот танчик, который, в общем-то, был где-то сбоку, поэтому я его пропустил. А теперь я решил к нему вернуться, просто потому что, ну, мои друзья меня замучили просьбой покататься с ними на пятом уровне, а танков пятого уровня у меня как раз в ангаре-то и не было. Вот я его купил. Решил, в принципе, попробовать что-нибудь новенькое. Итак, что из себя представляет ВК-3001H сейчас? Это тяжелый танк, без брони, без, ну, такой, с конкретной подвижностью тяжелого танка. Не КВ, конечно, но и не СТ-шка. У этого танка есть одно. Вот, вы видите, вот, то, что сейчас накидывает Матильи только в путь, это пушка. Пушку сюда поставили Котик. Тоже у этой пушки большая история в игре, но достаточно остается на том, что сейчас на пятом уровне это, наверное, лучшая пушка из всех возможных. Ей, в общем-то, практически не нужна голда, она даже пробивает все танки без голды в ходе седьмого уровня. Так я ее здесь насыпал, на всякий случай. Эта же пушка стоит на разведпантере, что-то прочее. И там вот даже в разведпантере свой уровень боев, в общем-то, не чувствует себя как-то дискомфортно с ним. Единственное отличие в том, что на разведпантере эта пушка сводится быстрее и стреляет чаще. Ну, а здесь на пятом уровне, будучи в топе, как видите, уровень комфорта стрельбы просто укрепленный. Ты пробиваешь все, ты попадаешь. Вот эти вот все картонные танчики, которые здесь весело множество. У этой пушки нет фугасов, да. В общем-то, они не сильно нужны на таком мелком калибре. Я тут стреляю, пытаюсь хетцера нащупать, но, видимо, стреляю уже не туда. Чем примечательен, опять же, этот бой? Здесь мы в топе. Одна, опять, из моих любимых карт химки, хоть и зимки в России не вариант, но я люблю химки. У меня очень много боев интересных всегда происходит именно на химках. Почему-то, вот именно на химках, у меня получается тащить и, в общем, получается, кшовые бои. Даже несмотря на таком, в общем-то, не очень динамичном танчике. Еще пару слов о нашей команде. У нас не загрузилось в игру два танка, то есть даже с самого начала у нас минус два. То преимущество, которое имеет наш противник, кто стреляет меня. Хетцер уходит в ангар, а вот стюарта. Скорости уже не хватает. Я его добью потом, говоря. Потом, заглядывая немного вперед, мы видим, что где-то как-то оказался КВ-1 вражеский, спустивший из горы. Методично расстреливает наших низогрузунов. Сейчас он бьет 34-ку, взорвет БК-28-го в автобусу. И тут вот выхожу я. У меня даже камера вкачнулась от такого взрыва. И первым же попаданием убивает двигатель. Что говорит сразу, что танковать это не про этот танк. Дальше. Почему мне этот танк нравится? На других уровнях я играю на Тантере, на Тигре. Эти танки очень похожи тем, что у них, в общем-то, фактически нет какой-то брони. У них есть количество ХП неплохое. У них такая средняя, мягко говоря, подвижность, но у них замечательные пушки до своего уровня. Поэтому мне нравится такой стиль, как бы застрельщика издалека, снайпера. Не под кустовой, ни в коем случае, сидит в кустах, мне скучно. А вот именно разбирать противника на дистанции. Вот тут мне не очень везет. Если бы он по стилю рту прошел бы дамаг, я бы его со вторым выстрелом уже забрал. А так он мне еще и дамагнул. Я немножко сбил от ХП, мог себе этого позволить. Сейчас тоже будет очень удачно СКВ. Приметим заметку. Так, вот нужно надежать на твисле, что издалека не позволяет. Видимо, сейчас он до него дошел, и он использовал ремку. И сейчас вот опять начинается тот эффект, который я заметил в танках постоянно. У противников, у которых очень остается мало ХП, у них включается защитное поле на танках, которое отражает все снаряды. Оно, конечно, рано или поздно заканчивается, но вот позволяет два снаряда отразить, как нифиг делать. Это парадокс, он работает с любыми танками, любой картонностью. Это был седьмой фражек, у нас осталось. Целая Су-85, в которую вот я не попал, к сожалению. Теперь попал, но у меня-то уже ХП, ее там кровать, ну, на один выстрел, если повезет. Я уже даже не помню, как ее не альфа. Даже ВБ-шки не кончились, сейчас голдой по ней буду шмарять. Думаю, вот успею, они еще раз стрельнут. И тут она стрельнула на них. На 100 ХП. Понятно, что следующий выстрел я уже не переживу, а мои заколадники, может, конечно, бы и затащили, хотя, сильно не факт. Учитывая, что вот А-20, который там, как-то шарится в Д-5, непонятно, что он делает. Но я жду букв приятного момента. Жду, когда ПТ-шка двинется, чтобы она в ней развилась сиденья, как сейчас. Вот она меня стреляла и не попала. Осталась одна ПТ-шка, которая спряталась за грудой танков от меня. И вот как ее раздамаживать, непонятно. Я жду, пока 20-й все-таки додумается зайти в задницу. Вот, заходит. Сильно, учитывая, какой большой дамаг там прошел, похоже, что здесь есть 6 миллиметров. И забираю последний танчик. Итог. Вы видите, ВК-3601 на своем уровне считается практически имбой в прямых руках. Сейчас вы увидите результаты этого боя. Причем у экипажа этого совершенно стоковый. Там даже перки не начинали качаться. То есть не стопроцентный командир. Понятно, что у этого танка с прокачанным экипажем есть очень большой потенциал. Ну, спасибо большое за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok